Вот, добрый вечер всем. Итак, чего мы хотели? Мы хотели рассказать о марафоне фокуса языка. Собственно, о нем мы тогда давайте и расскажем. Вот, начнем чуточку издалека, да? Что такое фокус языка? Это вот эта вот табличка, табличка вот сзади меня. Здесь разработанная, для тех, кто не знает, да вкратце, разработанная очень-очень давно, в прошлом веке, Робертом Гилцем выделены паттерны работы с убеждениями. С убеждениями, с переубеждением, с тем, ну, как бы и на самом деле шире, да, с моделью мира, если уж на то пошло. То есть, как людей убеждать. Роберт Гилц анализировал людей, которые меняют мир своими словами, вот. Но, тем не менее, в книжке он описал всего лишь работу с ограничивающими убеждениями в терапевтическом фактическом ключе. Вот. Долгое время на основе этой книги работа велась в том числе и за пределы того, что описал Гилц. Многие, многие НЛП-тренера нормально с этим работают, да, и в продажах, и в переговорах, в работе с возражениями, там, ну, то есть, нормально, они шагнули, как бы, дальше. Вот. В том числе, однажды, однажды в эти самые фокусы языка дальше шагнули мы, создав вот эту самую таблицу, расписав внутреннюю структуру фокусов языка, найдя более четкие алгоритмы их составления, там, их калибровки, там, с помощью таблицы. С помощью таблицы фокусы языка стали фактически пространством аргументации, гораздо удобнее. Вот, кто видел разборы видео, где веселые кружочки отмечают фокусы языка, когда кто-то говорит, это вот очень удобно и очень классно встраиваться. И сейчас мы рассматриваем фокусы языка уже не только как инструмент работы с ограничивающими убеждениями, да, не только вот находимся около истоков, с которых начинались фокусы языка лобертон-билцам, но стало совершенно понятно, что это некоторая стратегия описания мира, да, то, с помощью чего человек для себя мир фокусирует и в этом описании живет и тем самым создает свою реальность. Да, то есть мы иначе взглянули на вот этот инструмент, да, и, конечно же, стало понятно, что этот инструмент работает гораздо шире, нежели просто с ограничивающими убеждениями. И даже на сами убеждения, и ограничивающие, и поддерживающие, мы взглянули под индивиду, причем гораздо шире, и теперь мы можем управлять более гибким, да, более гибко некоторым описанием и работать с убеждениями, действительно, и расширять, и трансформировать, и встраивать и так далее. И, конечно же, мы об этом будем рассказывать, как это все происходит. По-прежнему, по-прежнему, с помощью фокусов языка можно разрушать убеждения. Собственно говоря, мы выпустили настольную игру, первую в России настольную игру по фокусам языка, полноценную, в которой существует 4 набора карточек с ограничивающими убеждениями. В рамках этой игры они разрушаются, то есть все прекрасно работает с убеждениями. Но вместе с тем, действительно, как совершенно правильно Юлия сказала, это уже модель описания мира. То есть фокус языка не просто уже с убеждениями, а это мы описываем мир, мы некоторым образом описываем и переописываем реальность. Это дало нам и вам, уважаемые наши слушатели и будущие ученики, гораздо большую гибкость в этом смысле. То есть после вот этого, например, ну как-то стало, например, понятно, что делать с текстами, в том числе. То есть некоторые модели продающих текстов, которые ходят по интернету, ну в таком немножечко абстрактном виде, да, с помощью фокусов языка становятся более чем конкретными. Вот. И мы с ними познакомим вас на марафоне. Собственно, давайте теперь ближе к марафону, да, о чем наш марафон про вот эти самые фокусы языка. У нас есть давно, до коронавируса существует дистанционный курс по фокусам языка. Собственно, марафон мы на его основе и делаем. То есть курс проводит вас по всем, по всем этим самым фокусам языка. Что такое структура убеждений? Какие типы коммуникации и способы, и способы применения есть с этими самыми фокусами языка? Вот все вот эти вот, кстати, идеи. Боевая коммуникация, провокативная коммуникация, гуманистическая, она же терапевтическая, да, гуру, она же вербовочная. Вот эти вещи тоже, мы о них говорим, причем там не в формате, вот есть такое неправильное название, фу-фу-фу, нам не нравится. То есть боевые фокусы языка не могут быть фокусы языка боевыми, не могут быть гуманистическими, не могут быть коммуникация. То есть мы показываем совершенно четко, что это коммуникация. Человек должен что-то сказать, мы должны что-то ответить. И вот эта связка, вот эта вот пара является коммуникацией, и коммуникация может быть боевой. может быть совершенно гуманистической, да, может. То есть и фокусы языка в этом смысле, они применяются в такой коммуникации. Соответственно... Да, вот тоже вот дополнение к тому, что ты говоришь. Да, как раз таки вот все вот эти отдельные паттерны фокусов языка, они могут быть использованы просто в разных форматах. В зависимости от формата мы называем, что этот формат, это боевой формат, боевая коммуникация, это гуманистическая, гуманистическая коммуникация. Фокусы языка — это не от слова фокусничать, не от слова того, что мы там делаем какие-то такие незаметные хитрости руками, да. А от того, что мы фокусируем, фокусируем по-разному описание мира, фокусируем внимание. Вот. Именно исходя из этой идеи. То есть мы в... Ну, на базе нашего курса, да, в марафоне мы объясняем, что такое убеждение. Причем в широком смысле слова. И убеждение, и вплоть до описания мира. Разбираемся в деталях вот этих вещей. Убеждение, описание мира. В том смысле, что там, что, где, из чего, там, как объединяют люди. То есть на какие элементы можно обращать внимание, на какие элементы можно воздействовать с помощью тех самых фокусов языка, да. Там характер воздействия, способы воздействия. Потом переходим к фокусам языка. Все 16, ну, давайте, фокусов языка на самом деле от 14 до 16, да, как считать. Вот. То есть у Дилса их было 14, в принципе, их так, 14 и осталось просто для удобства, да, там, для удобства изучения, для удобства... как бы, для структурности вот того самого внутреннего содержания фокусов языка, да, потому что там на самом деле примеры у Дилса, они местами странноваты, и некоторые его примеры, они вроде бы примеры на один фокус языка, но как раз этого-то фокуса языка в примере и нет, а есть четыре других. Это как бы все равно здорово, фраза все равно крутая, только пример неправильный. И на тот фокус языка. Вот. Поэтому мы вот эту самую четкость и тонкость показываем, нацеленность. Все фокусы языка разбираем, что, что, куда, какой, куда нацелен, какой, куда смещает фокус внимания. В том числе, да, в том числе мы будем тренироваться и, как бы, фразы строить там в ответ на кого-то другого, да, но и вот за счет вот этого самого внутреннего, за счет того, что мы нашли вот эту вот, там, то, ну, внутреннюю модель мышления, да, исключительно подробную в фокусах языка, это расширяет мышление. То есть здесь идея очень простая. Когда вы сталкиваетесь с какой-то жизненной трудностью, да, с каким-то препятствием, вам с ним что-то нужно сделать. И дальше, что вы будете делать? То есть дальше включаются любимые стили мышления, да, любимые стратегии, там, действования. То есть человек, который в этот момент любит погружаться в детали, да, он, столкнувшись с препятствием, начинает сразу там все разбираться в деталюхах, там, что конкретно здесь происходит, что, кого, куда, да. Наконец, читать инструкцию, да, начать. Например, читать инструкцию, да, например, там, разбираться, там, чем болтики различаются, да. Человек, который привык ориентироваться, ну, фокус языка, модель мира, да, там, мы так чуточку забегаем вперед, да, там, показывая глупины. Вот. Человек, который ориентируется на некоторые, на некоторые результаты, ну, то есть, точнее, на других людей, да, там, на группы людей, он в этот момент может начать просто задавать себе вопросы. Так, а кто с этим справляется, да, там, а кто это умеет, то есть, обращаться, обращать внимание на ролевые модели, то есть, говорят, опять же, там, некоторым языком и нулпи, и это, скорее всего, помогает ему преодолевать. Человек, который, например, там, сильно любит обобщать, попав в проблему, он, там, включает режим ой, все, например, да. То есть, и, ну, в принципе, тоже, как бы, ничего такого, да, там, ну, как бы, тоже способ реагировать. И, если у вас есть 16 способов реагировать, это, как бы, ну, как минимум, это больше египтий, да, чем, например, у вас есть 4. Ну, да, конечно, мы как раз-таки и будем говорить о том, что, вот, вы наверняка знаете, что вам очень легко бывает убедить каких-то людей в том, ну, в том, что вы хотите им сказать, да, в своей правоте, там, или в своей точке зрения, и каждый раз, когда там возникает вопрос, вы как-то приводите аргументы, и эти люди, ну, соглашаются, принимают. А есть люди, с которыми вы разговариваете точно так же, но на них ваши аргументы не действуют, ну, вообще никак, да, казалось бы, я говорю точно так же, я говорю, ну, теми же самыми словами, да, и вот, ну, вообще, хоть, хоть бы, как это, да, там, чуть-чуть, пол бы так, что-то тиши, какая-то фраза в голове возникла, да, и опять... Что-то связанное со лбом. Да, что-то связанное, да, вот, кол на голове тиши, вот, бесполезно. Почему так происходит, да, вот как раз-таки мы и будем говорить о том, что действительно есть привычные стратегии, у каждого они свои. Если вы в этих стратегиях с человеком более-менее совпадаете, вы тогда и говорите на одном языке, но что делать с остальными, да, с которыми стратегии, у вас стратегии не совпадают. Это значит, что вы, пытаясь донести им какую-то информацию, ну, просто не проходите сквозь их фильтры описания, да, своей реальности. И, соответственно, когда они вам что-то доносят, не факт, что им легко это сделать, не факт, что они тоже довольны результатом своей коммуникации, просто потому что информация, которую они вам доносят, не проходят сквозь ваши фильтры привычного, да, восприятия и описания мира. И тоже, да, что с этим делать? Идея заключается в том, что когда вы владеете всеми стратегиями, вы становитесь гораздо гибче, да, вы можете спокойно общаться с разными людьми, да, которые находятся в своих привычных картинах, да, и в привычных стратегиях описания, но вы спокойно переключаетесь между ними, и вы с каждым из них можете говорить уже эффективнее, да, то есть доносить информацию, понимать информацию, которую они вам дают. Вот, в этом как раз-таки одна из, ну, крутых фишек использования фокусов языка. Вот здесь действительно включается идея, что вы работать можете с разными учреждениями. Вот мы эти самые фокусы языка на марафоне все освоим. Добавим к этому все способы коммуникации с фокусами языка, те самые и боевая, и провокативная, и гуру, и все остальное. То есть, ну, в том числе, в том числе, конечно же, обсудим и покажем, где какие из них удобны, потому что там в той же самой рекламе, например, провокативных коммуникаций очень много. Что еще? Добавим к этому, добавим к этому написание текста. Те самые несколько, несколько штук моделей, которые мы нашли, и которые тоже, исходя из фокусов языка, очень легко описать. Да, конечно, и у нас будут обязательно практические занятия, да, то есть обсуждения, общий чат у нас будет, где мы будем давать задания, куда вы сможете нам писать, задавать вопросы, да, и все это будет в режиме достаточно практичном проходить. Два раза в неделю будет урок, высылаются видеоматериалы и материалы, там, текстовые. Встречаемся, там, в зуме, да, постоянный-постоянный чат, где будет поддержка, где можно, там, задавать вопросы и обсуждать открыто, и мы будем, там, корректировать задания в чат, сбрасывать, там, мы тоже о них будем говорить, мы будем разбирать, поправлять, если что-то где-то. Вот, и за, получается, за месяц вот этой самой работы. Как я уже говорил, пройдем все вот эти вот убеждения, стили коммуникации, разберем подробно все фокусы языка, во всех способах их применять, во всех коммуникациях, включая, включая идею и тонкого влияния, и, ну, скажем так, более прямого влияния на происходящее, да, то есть, там, какие-то, чуть-чуть поболее манипулятивные штуки. Разберемся с текстами, разберем несколько моделей текстов, попишем эти самые тексты, разберем, разберем структуру выступления, ну, то есть, собственно говоря, там тоже, это тексты, да, там, почти то же самое, вот, и в качестве такой добавочки, чего нету в дистанционном курсе, ничего, мы добавляем в марафон. Несколько, несколько, ну, мы и так будем заниматься связками, то есть, объединение двух, трех, четырех фокусов языка, это гораздо круче, чем один, то есть, это прям нормально, хорошо, вот, но просто у нас, у нас найдено некоторое количество связок, мы пока что эту информацию не публикуем, но материал набирается, вот, и несколько штук, несколько хитрых связок мы покажем, то есть, таких прям вот, прям, прям, интересно. Работающих связок, да, которые конкретно достигают своей цели, да, там, тема для нас, способом, вот, ну, что, а, начинаем мы через неделю, то есть, первого числа, в день защиты детей, мы начинаем, вот, стоимость марафона, стоимость марафона 4000 базовая, но действует, разработанная нами, супер хитрая скидка, там, 31, 31, а, ой, почему август, 31 мая, да, 31 мая, собственно, перед, перед, перед началом этого самого, там, общего марафона, да, мы посчитаем, сколько людей будет вообще всего в нем, то есть, сколько народу уже внесло предоплаты, зарегистрировалось, включилось здесь марафон, и, как это, общую скидку всем на всех дадим, то есть, будет, например, там, 20 человек, значит, будет 20% скидка всем людям, то есть, поэтому вы привели человека, и получили скидку и себе, и всем, кто-то другой привел, там, двух человек, и добавил 2% скидки всем, и себе, и им, и всем. Какой вот, такой вот элемент групповой динамики. Да, будет действовать только одно ограничение, да, не больше 50%, поэтому есть к чему стремиться, да, потому что, иначе, Zoom, конечно, он сейчас работает уже лучше, чем раньше, вот, но не будем его сильно просто эксплуатировать, на всякий случай. Ну что, мы еще в течение ближайших дней, там, завтра-послезавтра, еще несколько постов, напомним, естественно, все там про, кто будет смотреть в записи, вот это вот останется на фейсбуке, висеть, кто будет в записи смотреть, если что, пишите смело вопросы в чат, в чат, в комментарии, личку пишите, вот, говорите, что я хочу срочно, и все, будем, будем всех в это самое мероприятие добавлять. Ну что, вопросов у нас нет, вопросы, мы, в общем, ждем, короче, ваши вопросы, вот. Да, ваши вопросы, запись в комментариях, публичные сообщения, там, пишите, мы будем фиксировать, и через неделю, первого июня, мы начнем наш марафон по Фокусам языка. Месяц, крутая тема, самые могучие знания по Фокусам. Да, будет очень круто. Мост будет кипеть. Ну что ж, все, всех, 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 всех. Все, всего доброго.